Салам алейкум, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чеггеря Аута, это реакция на восьмую серию сериала Шекер. Перед этим я хотел бы сказать, ну пока она еще не появилась, эта серия, хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто ждал мое возвращение, и тем, кто комментировал, ставил лайки на видосы, которые выходили, на протяжении недели замут, недели Чеггеря Аут, как по мне, удался, сколько видосов я планировал, столько залил, ну или чуть меньше, по-моему, ну короче, 40, 41 или 42 реакции было, 42 где-то видосы, не знаю, сбился со счета, последний день прям вообще просто нафигачивал этих реакций, вот, поэтому, конечно же, не было прослушек, потому что нужно было быстренько что-то состряпать, вот, а что можно быстрее всего сделать это реакции на клипы, видео, короче, и так далее. Вот, так как сейчас я более-менее свободен, и заказ вот отдал на днях, и в ближайшее время вас ждут прослушки. Сейчас вот реакция на Шикер, надо еще досмотреть эскорт серии, которые вышли, отметить денюху свою, пятницу-субботу буду отмечать, и после уже можно со спокойной душой после работы приходить и слушать музыку всякую разную, все, что выходило и так далее. То есть, ну, примерно на следующей неделе, я думаю, будут уже прослушки вместе с реакциями на сериалы и клипы. Вот, теперь о сериале. 60 секунд осталось, чуть-чуть времени. Читал комментарии, мол, первый сезон куда круче. Я бы так не сказал. Я вижу то, что парни растут, развиваются как-то, и как и по актерке, и в плане съемок и так далее. Да и сам сценарий, по-моему, тут будет поинтереснее. Там, конечно, тоже было круто. Но здесь, не знаю, мне кажется, все нормально у ребят, и они растут, и развиваются, и это очень круто. То же самое я и говорил про зомбетов. Многие писали то, что, ну, так себе видно. Видно то, что там есть рост, то, что они стали куда профессиональней подходить к делу, и это круто. Вот. И еще что-то хотел сказать. Круто то, что мы видим персонажей тут с других сериалов, ну, то есть актеров с других сериалов. И это тоже классно. Я просто так вспоминаю, что там писали еще. И, конечно же, реакции на саундтрек тоже будут. Просто ждите. Я вот эту неделю там, пока все это дело размещалось, Я весь завален был, но все-таки справился, все сделал. Чуть-чуть вот отдохнул эту неделю, и в воскресенье, наверное, Скорее всего, в воскресенье я уже сяду за... А может и в пятницу. Кто знает, как я буду отмечать денюху. Короче, где-то в воскресенье или на следующей неделе я сяду за видос. Все, наконец-то. А, еще минута. Я уже не знаю, что говорить, ребят. Пять минут болтаю. Хотел сказать что-то про других реакционеров. Ну, да пофиг. Ну, короче, то, что меня не стало тут На некоторое время в ютюбе, мне кажется, хорошо повлияло для них. Вот. Но... Ничего страшного. Догоним вообще без проблем. Сейчас поднимем, как активность у меня на канале. И пойдет жара дальше. Все же помнят, с чего все началось. Все. Ещё пока не стоит. Наконец-то. Так, я надеюсь, что звук нормально пишет. Ну приколито. Так, мне казалось, что он прикалывается. Ну, по-любому же, наверное. И не я один, наверное, так думал. А, нет. Чё, живой? Я думал, уже тебе пизда пришла. Я больше не буду пробовать эту хуйню. Может, вы что-то не так сделали? Надо попробовать заново. Ты ебанулся? Ты, блядь, видишь меня? Ну, мой заебал. Понял? Вижу. Я думал, он прикалывает. Может, нахуй этого хуата? Скажем, не смогли сделать. Пизду. Ага. Чтобы он потом нас завалил. Ты же видел, какое он отбутил вообще голову. Мы по-любому не сварим эту хуйню. Ни ты, ни я не шарим в этом. Значит, найдем того, кто шарит. Все просто у Алдика. Но по-любому сделать надо. Но по-любому сделать надо. Прекрасная песня. Че, может, он? Че, блядь, методом тыка решил выбивать на младчика? Мы же не мыло варим. С хера ли ты решил, что он химик? Может, он бьел, театол. Ну, а кто тогда? Нам нужен шарящий чел. Ахмеров! Если думаешь, у меня и все кто-то глубоко ошибается. Да я всю твою программу еще в первом семестре прошел. Иди, Бин. Бин, ну иди знакомься. Цел боев, что ли? Извините, не подскажете, где Декана? Спасибо. Здравствуйте, я тут нашел портмоне, и я хотел бы вернуть владельцу. Тут написано Ахметов. Можете стоять здесь, мы вернем студенту. Я хотел бы лично вернуть из рук в руки. И чем мы можем ему помочь? Ну, не знаю. Номер дать. Ахметов Велес? Да. Только ничего. Спасибо. До свидания. Блин, мелодия напоминает что-то. Блин, это он. Сразу нашли, а? Ты че, какой план? Звоните ему по ночам и в трубку дышать? Ну, не что ли. Надо просто написать, что коннект поймать с ним. Привет. Чуть-чуть Can't Stop напоминает песню. Я слышу, что кто химик, что-то такое наподобие. Привет. Какая-то гейская хуйня, братан. Жестче, жестче с ним. Ну, если жестче, тогда Саламалейку. Хо-хо-хо. Ебать, он же не муслим, бля. Посмотри на него. Ну, а кто сказал, что муслим и так здороваются? Хузина, братан. Хуслим, тогда давай здорова. Норм так? Утверждайте? Утверждаем. Да пишу здорова. Здорова, Ильяс. Как дела? Загон какой-то. Незнакомому типу писать и предлагать варить мёф. Он же не долбоеб, чтобы соглашаться на такое. Надо увидеть просто. Бля, да, по идее. Пиздец, тупняк, да? Надо пробить сначала кто он, что он, да? Да. Может, пацанов замутим? Какой он? Ну, разные есть. Например, подкинуть наркоту. Потом его берут менты. И ему надо отмазаться, и он начинает варить. Ебать ты коварный. Ну, а чё ты думай, ебать? Я тоже не из подворотни вылез. Я любому обосную, кто он и что он. Пиши за ебом. Шо? Братан, ты не похож на мента? Я тоже не похож. Знаешь, кто похож? Кто? Баур. Баур! 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 Чё надо? Салам, Баур. Чё надо, говорю? Слушай, мы тут одну пацановую хотели замутить, и нужна твоя помощь. А мне чё от этого? Долю с продаж. Неплохо так. Но дело серьёзное. Уф-уф-уф-уф. Сабин? Ау. Видишь этого парня? И чё? Можешь с ним познакомиться, пообщаться, встретиться. Зачем? Нужно узнать, что ему нравится, чем он интересуется. Я тебе чё, шлюха, что ли? Нет, конечно, ничего. Это же... Это же деловое предложение. Мне интересно. Окей. Ты у меня не из простых. Я всё понимаю. Вот так. Только если ради наших отношений? Жанны, смотри. Нет. Нравится мне эта мода с тем, что девчонки сейчас не одеваются на фону. Здесь есть? Есть. Вот он сейчас охренеет, наверное, когда к нему такая девушка подсядет. Здесь она сейчас подсядет. Угу. Но он и так охренеет сейчас. Блин, ещё чуть-чуть виднее бы сделали. Ничего, она сама всё сделает. Прикольно. Каждый этот удар под букву. Не ссы, чувак. Трорецкая. Да не ссы, чувак. напоминает эйфория, ну эйфория же, там тоже сэмэсили с чуваки ненужная постановка короче как мне кажется потому что ну они окей, они не знали то что он простой ботан и засверкали краски привет Мороженое, по-моему, здесь целый ходок, да? Ну, Кана, смотри, сейчас влюбится-то в парнишку. Классно провели время. Да. Можно будет еще повторить? Можно, если ты захочешь. Можно чай? Чай? Да, давай. Не пустяйся. Чего меня нет? Пацаны, сегодня счастливый день. Стой, 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 подожди. Мне нужно кое-что тебе сказать. Ты девственница? Нет, Рики. А что? Очень жестко. Давай. Мммм. Вот что это за парнишка был. Я вспоминаю трейлер просто. Устроить пекло, ты тут ради этого, я бы не советовал вырубать. Свет, стоя у зеркала, забываем все слова. Я... Дедка, не смотри, как мне глаза, ведь я забуду про то, что любовь мне не важно. Но я забуду все будет тебя. И не пойду на порцию мое. Мы не находим времени спать. Отложи нас завтра все дела. Я хочу забрать все тебя, а, все тебя, а. Утром, или вечер? Ты все? Они вечером пришли и было такое освещение И она типа спит Ну короче Можно было в Этот момент доработать Продолжение следует Бедный парнишка Сабина 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 Девушка, все хорошо, успокойтесь Пошли 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 Девушка Убниг отца Девушка Он засел у меня Он засел у меня Не засел Девушка Лежать Я говорю Он засел у меня Лежать Я говорю Сабина Баха, уведи ее. Да, хорошо. Эй, вот закрыл. Тише, тише. Садись сюда. Знаешь, насильник ты, эй. Что ты натворил? Да, она врет, я ее не насиловал. Да всем пофиг, насиловал ты ее или нет. Ты по-любому сядешь. Понял меня? Сейчас поедем в управление, оформим тебя по 120-й. И ты сядешь надолго. А знаешь, как на зоне поступать с такими, как ты, насильник, а? Ты понимаешь? Она меня подставила, отпустите, пожалуйста. Она меня подставила, она меня подставила, пожалуйста. Ох, алкоголь, это ужасно. Есть второй вариант. Но не дешевый. Сыщешь? Какой? Ну, поговорим с потерпевшей, а надо забирать заявление. И это будет стоить тебе пять лямов. Согласен? Ну, у меня нету таких денег, ага. Ну, найдешь, если тебе дорог твой зад. Согласен, нет. Конечно. Да или нет? Да или нет? Да. У этого бабки в кармане. Фарнишка классный. Даже слюну упустил. Что дальше? Дальше отвезем, где-нибудь степень закопаем. Потом я скину локацию кураторов. Что? Это про химика. Шурик. Про химика. Потом напишем. Баур говорит, пиздец напугал его. Сейчас он на любую тему загозится. Да, Баур еблан, по идее. Знаешь, по идее, покер, если нам помогает. Ну, да. Ебать, этот химик сам написал. Разъебщик, блядь. Просто мозг. Просто мозг перед тобой стоит, знаешь? Сам Джимми Нейтрон все так не просчитал, как я. Че поделать? Слишком умный. Заебал, че ты еще? Говорит, актуально ли все это? Вот эта тема. Конечно, актуально, дорогой, конечно. Кеопольд. Давай встретимся. Че за сьёри-то? Давай быстрее. Если так подумать, тот, чтобы отмазаться от, ну, истории с насильником, свяжется с этими, чтобы варить в мир. Ему, типа, ну, вообще, капец, на острие просто. С огнем играют. Если еще тут, с палец... Салвредь, Назяр. Это Кана, мой партнер по работе. Я думаю, тебе лет 30. Да не, завязывай. Ладно, что за работа? Короче, нужно мифедрон сварить. Бля, пацаны приколыть, что ли? Нет. Ну, че, на приколистов похоже. Меф нужен. Ну, если не нравится, мы можем сразу раздетись. Просто это легкие деньги. Ты можешь за неделю 50к получить. Я не хочу садиться в тюрьму из-за этого. Да никто и не сядет, ты че? Расслабься. Если все правильно делать, то мы быстро поднимем деньги. Да расслабься, бля, ты че? Позитивный настрой. Че скажешь? Короче, пацаны, мне 5 лямов нужно. Я отработаю эту сумму и дальше ухожу. Добро пожаловать в команду. Ткана. Алдьяр. Очень приятно. Я ваш босс. Нихуя себе босс? Ебать. Все, поехали. У кого мозг варит, тот и босс. Блин, вот опять же трек напоминает, блин, J-Rock трек win. Ну, просто из-за того, что там win-win-win. Ладно, окей, давайте по серии. Серия классная. Появился у нас новый персонаж. И это круто. Новые персонажи всегда хорошо. Не важно, какие они. Так, как оказалось, Кана не шутил, а мне казалось, что он прикалывается. Легко отделался. Очнулся все-таки. Повезло, повезло. И было бы жестко, если все-таки он не очнулся. Зачем он... А, ну ладно. Так, короче. Не получилось у них с этим мифом. Странно, вот по сути, да. Они смотрели как бы урок, как что-то надо делать. И в итоге все-таки накосячили, что-то неправильно замутили, сварили. И правильней будет, если в следующей серии, ну, то есть, когда вот химик этот им поможет, то там объяснится, где был косяк у них в формуле и как, ну, как нужно было сделать. Мне кажется, что, ну, такое должно быть. Вот, нашли в итоге химика. Мне кажется, по виду сразу видно то, что он простенький. Откуда он имя-то узнал его? Наверное, препод сказал. Короче, Алдия Рили Мозг. Такую постанову придумал вообще. И все это, наверное, благодаря прошлому. Ну, раньше, раньше, то есть, в первом сезоне, он был таким же простым парнишкой, как этот Ильяс. Не таким умным, наверное, но до встречи с Айдосом. Айдос, по-моему, звали Минтаде. Он был таким простеньким парнишкой, но в итоге жизнь его потаскала, так скажем. Развод очень прикольный. Я, кстати, не думал, что вот так вот все будет. Сейчас дойдем еще до этого. Круто то, что их выручил Баур, Даур. Даур. Круто то, что Пол, сколько он? Половину, по-моему, да? Предложил. На кону, типа, то, что стоит. Баур. Баур. Постану хотим заметить. Не нужна твоя помощь. А мне что от этого? Доля с продаж. Ну, доля с продаж. Смотря какая доля, опять же. Тут конкретного нет ответа. Ну, какую-то долю он получит, да, окей. Наверное, вот это как раз таки 5 лямов это будет его. Девчонка, Сабина. Она клевая. Блин, так не смотреть на соски. Окей, Альберт, хватит. На все готова ради отношений. Только вот тебе на понюхать. На вот тебе еще денюжка. Так, я не думал то, что... Ну, ладно, окей. Ей надо было познакомиться, типа. С ним разузнать, что простенький, непростенький. Хотя, по сути, они, мне кажется, могли сами все это сделать. Так, ладно, окей. По поводу этих сцен с тем, что они переписываются и так далее. Последнее, где я это видел, это эйфория. Эйфория. Я поэтому сказал то, что мне напоминает. Напомнило. Сериал эйфория. Но этот прием, он, конечно же, много где использовался. Не только в эйфории. Так что, ну, никто ни в чем не обвиняет. Нормально. Но так как сериал молодежный. И до этого выходил эйфория про наркотики. Это даже не то, чтобы плагиат. Это называется референс. Ну, я думаю, вы понимаете, что такое. Это просто видишь какую-то идею, делаешь по-своему. Все. Вот. И очень круто. Это даже, знаете, не референс, наверное, больше, а просто как отсылка. Отсылка на эйфорию. Тут вообще полно всяких разных отсылок начали пулять. И это тоже очень круто. И во все тяжкие, и вот эйфория. Ну, эйфорию-то уж, конечно. И в прошлом сезоне, наверное, что-то напоминало. Вот. Так. Классный такой романтик. Сняли с ребятками. Неожиданно было для меня то, что она его пригласит еще и на чай. Я все думал, когда же, типа, ему подкинут. Но оказалось то, что это вот так вот все через насильника произойдет. Хотя вроде речь шла. Ну, наверное, они переиграли просто. Да. И, типа, я хотела пожестче бы. А я думал, кстати, он действенник. Но оказалось, нет. Ему вроде фартануло так. Круто. Ну, потому что, знаете, почему я так думал, что он действенник? Потому что он, ну, похож был на Батана. И он такой шокировался, когда к нему такая девушка подписалась. В тот момент мне казалось то, что... О-о-о-о! Чувак-то у нас девственник. Но нет. Но нет. Замут со светом. Вот, они вечером пришли домой. Заходят в комнату. И здесь такое освещение. Прошло, по сути, ну, не так много времени, да? Окей. Ну. Несколько часов это точно не длилось. И поэтому стопудово не утро. Почему она тогда, типа, ну, может, она так вымонталась, что уснула? Окей. Всё. Разобрались здесь. Но свет что-то прям очень сильно фигачит. У неё что там за окном? Солнце прямо. Оно возле солнца живёт? Ладно. Всё. Со светом доёбка. Забирают обратно. Отмена. Так. Очень крутая сцена с ментами. С бауром. Что он в итоге его так прессует. И этот ревёт. Очень круто всё сыграно. Красавцы. Просто, ну, я не знаю. Это очень круто. Ясень пенью купится, конечно. То есть согласится на второй вариант. Ну, что выберешь ты? Либо на зону, либо хоть как, но найти деньги. Вот. И мне кажется, он такой про себя думал. Так, мне же предлагали. Ну, по-любому, мне кажется, у него мелькнуло бы это в голове. Вот. И единственный варик, это, конечно, обратиться к Алдику. Алдик, конечно, в этой серии прям, ну, реально круче Джимми Нейтрона. И этот монолог о себе любимом в конце, тушь, какой он умный. Вообще, очень забавно. Такс. Ну, и концовка, по сути, отчётом. Ему деваться некуда. И в итоге у него теперь появился босс Алдияр. И его правая рука Кана. Парнишки, страшно. Вот круто. Мне нравится. Мне понравился новый персонаж. И вообще, серия мне понравилась. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.